Я не снял бы этот обзор, если бы нам не принесли два одинаковых тормоза. Итак, тормоз NAD. У него одновременно движутся две колодки. То есть вот этот рычаг, он сдвигает обе колодки к диску. Соответственно, его очень легко настраивать. И у него есть вот с этой стороны винтик. И с той стороны винтик, который позволяет каждую колодку подводить индивидуально на нужное расстояние к тормозному диску, к ротору. Соответственно, его очень легко настраивать. Но я бы так вот, наверное, себе не купил, потому что слишком много движущихся частей. Если будет грязь туда попадать, набиваться, то, соответственно, все это дело, мне кажется, достаточно быстро выйдет из строя, если ездить в грязную погоду. А вот так вот он выглядит изнутри. Мы его разобрали. Вот у нас с одной стороны вот этот винтик, он выдавливает колодку. А вот так вот он выглядит с другой стороны. То есть вот эта вот часть, она сейчас не прикручена, она ходит вперед-назад и также и с той стороны уходит вперед-назад. Вот эта длинная душка. Внутри нет вообще никакой пружины, то есть обратно душка расходит только за счет вот этой пружинки между колодками. И прикол в том, что вот этот винт, он очень сильно затянут с завода был. И не получается вообще его двигать, не регулировать ничего. И самое главное, что заклинил вот эту штуку. То есть она вообще не ходит ни вверх, ни вниз, тут какой-то совсем маленький ход у нее. Я пытаюсь ее, значит, выкрутить, и у меня просто шлицы срывает. А вот такого внешнего ключика у меня, конечно, нету, потому что он какой-то, ну, совсем нестандартный. Такой формы, видимо, надо отдельно заказывать. И все, тормоз не настроить, ничего не работает, не получается. Вот один тормоз мы поставили. Работает, кстати, нормально, ну, так хорошо тормозит, потому что колодки можно подвести с двух сторон, они одновременно прижимаются, то есть модуляция, рычажность вот этого тормоза очень высокая, то есть ход совсем небольшой. А вот что с этим делать неизвестно, видимо, будем сейчас придумывать какой-то ключик вытачивать, чтобы вот эту штуку разобрать. Может, она там на фиксаторе резьбы сидит, не знаю. Вот там, видите, даже уже ржавчина. Новый тормоз, а уже вот там какая-то ржавка коричневая, еще не ставили его. Вот такой небольшой обзор на тормоза NAD. Это подделка под ТРП, и точно такие же есть тормоза Zoom. Точно так же они выглядят, точно так же они внутри сделаны.